Глава региона Александр Цибульский и мэр окружной столицы Олег Белак проинспектировали 15 объектов по благоустройству, на которых в данный момент ведутся работы. В этот же день в Нарьинмаре на площади Марацей презентовали два новых автобуса и технику для содержания дорог, приобретенных в лизинг. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Общественный транспорт большого класса «ЛиАЗ» был приобретен в лизинг для Нарьинмарского автотранспортного предприятия. Автобусы вмещает не менее 100 человек, имеет складной пандус для пассажиров-колясочников и место для крепления инвалидной коляски. Новые автобусы выйдут на линию пассажирских перевозок на этой неделе по маршрутам 411 и 413. По сравнению с предыдущими моделями, эти имеют безрамочные двери, стеклопакеты нового формата и улучшенные технические характеристики. Автоинформаторы есть, бегущая строка, светодиодные панели, которые указывают маршрут, по какому маршруту идёт. И сбоку панель, которая показывает все остановки, по которым он, по маршруту. Так, тахограф, глонас. То есть глонас стоит для того, чтобы в мобильном приложении можно было отслеживать, где автобус находится. Уровень пола может варьироваться благодаря электронно-пневматической подвеске, что будет удобно пассажирам с санками, детскими колясками и другим инвентарём. Здесь в боковой двери, в средней двери, есть откидная аппарель. То есть он пол низкопольный, то есть он сам по себе низкий пол. И плюс откидная аппарель, значит, есть кнопка вызова водителя, если инвалид. Но, в принципе, водитель сам увидит. Значит, откидная аппарель откидывается. Плюс у автобуса есть система книлинга, то есть он на правую сторону приседает на 180 мм. Вот второй, видно, что он у нас опущен. Для того, чтобы легче было заходить для мам с колясками, в том числе для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями. Новые лиазы выйдут на замену старых автобусов, которые стоят в резерве предприятия и по необходимости выходят на маршруты. Это не первая покупка АТП в лизинг. Обновление парка автобусов, который изношен на 80%, происходит постепенно. В будущем планируется закупать в лизинг по 2-3 автобуса в год. Также в лизинг для предприятия «Чистый город» был приобретен грейдер для чистки дорог. У нас есть старые достаточно грейдеры малого класса, там были проблемы технические, и большие у нас есть грейдеры. Но они больше подходят для прямых дорог, а это как раз для очистки междворовки. То есть у нас сейчас получается полноценно можно выставлять, что называется, колонны для очистки дворов. Улица, он достаточно маневренный, в нашей российской сборке, Тверской, РМ-механика. По крайней мере, отзывы по ним хорошие. Мы привезли его не так давно, доставили через море. Новый автогрейдер стал четвертым в автопарке учреждения. Машина стоимостью более 8 миллионов рублей имеет грейдерные и бульдозерные ножи, что расширяет спектр возможных работ. Техника будет задействована на планировке песчаных и грунтовых поверхностей, содержании дорог и междворовых проездов в зимний период. Еще одно приобретение города – автокрам для укладки плит, стоимость которого порядка 10 миллионов рублей. Мы также приобрели это уже с учетом развития чистого города, с тем, чтобы мы укладываем и мы получили большие средства с округа на приобретение дорожных плит, чтобы мы могли ремонтировать дороги и в Мирном, и в Новом поселке, и на Октябрьской, Пионерской. Соответственно, не нанимать технику. Достаточно универсальная машина, 25-тонный кран. До этого мы нанимали, а здесь, я так понимаю, что мы можем работать уже, сможем и на сторонней организации. Это очень хорошо, потому что, конечно, вопрос с дворовыми, обустройством дворовых пространств, с плитами, с укладкой замены песка, на это больше всего поступает жало. Ну, конечно, там мамам с колясками, девушкам на каблуках невозможно. Далее Александр Цибульский и Олег Белак отправились на осмотр территории, где в настоящее время ведутся работы по благоустройству. Первым объектом проверки стала территория между домом номер 29 по улице Ленина и школой номер 1. Здесь идёт работа по обустройству парковочной площадки и пешеходного тротуара. Что касается обустроенного в прошлом году скейт-парка, в этом году здесь будет обустраиваться входная группа. Затем Олег Белак и Александр Цибульский осмотрели обустройство литературного сквера в районе третьей школы. Здесь работники предприятия «Чистый город» этим летом провели озеленение. Во время объезда территорий благоустройства Александр Цибульский также осмотрел площадки, где возводятся спортивные уличные сооружения. В частности, претензии вызвало качество покрытия футбольного поля на спортплощадке в Качгарте. В моём понимании, это просто не та фракция. Там гравий должен был быть тоненький, маленький. Тогда здесь было бы нормальный боноголь. А сейчас, смотри, там крупный гравий. Вот если где-нибудь идёшь, ну тут же правда же, ребята, покоречески идти. Для безопасности детей подрядчику рекомендовано исправить недочёты в работе. Во время посещения дворовых территорий, в частности улицы Зелёной, к Александру Цибульскому обратились жители микрорайона. С просьбой засыпать большую яму на подходе к дому и выровнять спуск. В целом, как отмечают специалисты, все запланированные на этот год работы по благоустройству выполняются в срок. Я надеюсь, что мы в этом году, к осени, уже сможем констатировать действительно улучшение облика нашего города. На данном этапе всё хорошо. Самое главное, чтобы те действительно важные площадки, которые у вас сейчас находятся в торгах, чтобы максимально быстро их отторговать. И чтобы тоже в этом году мы смогли в юбилейный для округа 90-летний рубеж отторговать. И уже, чтобы в следующем году жители могли полноценно наслаждаться на этих площадках. Там и детские площадки, и рекреационные площадки, и спортивные очень неплохие площадки. В ходе поездки глава региона проинспектировал 15 объектов. Всего на сегодняшний день в работе находятся 24 территории благоустройства. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.